Всем привет, с вами Александр Хаскин и по поводу предыдущего видео сразу хочу сказать. Я постараюсь учесть ваши вопросы и ответить на них постепенно. Если же вдруг я обделил вас вниманием, потому что вопрос слишком узконаправленный, или еще по какой-либо причине, вы можете задать мне его вконтакте. Ссылка на мою страницу есть в описании. Хочу заметить, что я лишь ознакомливаю вас с широко использованными методами привлечения людей, а не призывая к тотальному нарушению правил всего и вся, в том числе и правил сайта. А теперь перейдем к нашему второму уроку на тему привлечения подписчиков. Собственно, кого мы считаем подписчиком? Подписчик как разумное существо, обладающее как минимум одной рукой, выходом в интернет и интересом к вашему товару или услуге, по определенному стечению обстоятельств, оказавшиеся в вашей группе. Так как обстоятельства еще нужно создать, о них-то мы и поговорим. Я разделяю способы привлечения конкретного вконтакте на три вида. Таргетинг, сотрудничество с теми, у кого уже есть ваши потенциальные подписчики и самостоятельное зазывание пользователей. Сегодня мы поговорим о каждом способе, о их плюсах и минусах. Способ первый. Таргетинг. Представляет из себя официальный способ привлечения к себе внимания от Вконтакте. Вы настраиваете критерии, по которым он будет показываться. Клики или просмотры, мужчины или женщины, с нарушением нравственных устоев целевой аудитории, или без них и так далее. Вы пишете заголовок и подпись, и вы же делаете картинку. Заголовок делается так. Давим на непосредственный интерес человека, показав ему что-то знакомое, или породив в его голове очередной интересный вопрос. Давим на потребности, сразу в тупую, впаривая этой домохозяйке, кофемолку по космической цене, которую она обязана купить во имя мира во всем мире. И делаем картинку с одним-двумя объектами в фокусе внимания человека. Из безусловных плюсов таргетинга, это простота этого способа. Создали рекламу на коленке, потестили, продули деньги, выкинули вариант. Не продули деньги, используем и радуемся. Из минусов, это то, что сюда сразу без вопросов и моль по бесплатном тесте, нужны вложения денег. И конечно же то, что это очень творческая задачка, которая выбудет под силу не каждому, особенно если он не маркетолог со стажем. Способ второй. Сотрудничество. Мой любимый способ, и кстати самый вариативный из всех. Можно даже постить с аккаунта шантажируемого администратора другого паблика. Привлекайте людей из пабликов тех, у кого такая же целевая аудитория, как и у вас, но они тех же услуг, что и вы не осуществляют. Совместные конкурсы, взаимная реклама, кооперативное создание крайне полезного контента и так далее. Плюсы способа. Затратность, как правило, только по времени. Вместе все делать проще и веселее. Ну и конечно подписчики тут будут самые лучшие и целевые. Из минусов разве что трудности для социопатов, с партнерами-то разговаривать придется. Третий способ. Самостоятельный призыв друзья. Сразу скажу о главном плюсе этого способа. Начинайте хоть сразу после просмотра видео, если у вас, конечно, есть свое сообщество. Не нужно ничего, кроме головы на плечах и личной странички. Все просто. Добавляемся к человеку в друзья, и если он вас принял, то пишем ему свое предложение. Кстати, частая ошибка. Сходу впаривать все подряд. Результат почти всегда предсказуем. Во-первых, вам нужна вежливость. Во-вторых, поинтересуйтесь, хочет ли человек вообще считать, что вы ему напишите. Иначе количество тыкнутых кнопок, мол, ваше сообщение наглый спам, очень быстро заставит А для спамеров пополниться еще одной душой. Из минусов, конечно же, предстоящий вам объем работы. Но никто не сказал, что нельзя поручить ее кому-то другому, заранее составив для него скрипт общения. А сейчас подведем итоги. Перевлечь живых заинтересованных подписчиков трудно, но не так, как объяснить работнику МакДака, что вам не нужна картошечка. Берем каждый способ, составляем план своих действий и пробуем на практике. Не забываем о вежливости в работе с людьми и правиле, что чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Создавайте бесплатный полезный контент, и люди к вам подтянутся. И за платным тоже. Строите сотрудничество с коллегами и не пытайтесь в одиночку ухватиться сразу за все. В своем следующем видео я покажу вам простейшие примеры этих способов привлечения. Особенно, туманно описанного мной пункта про сотрудничество. Также, скоро, в рамках проекта LoveBlog будет запущена программа обучения по курсу SMM. Простая для любителей и более сложная для тех, кто всерьез решил взяться за это перспективное направление. Пока ее нет, к слову, можно записаться на мое индивидуальное обучение. Ссылка на мою страничку ВКонтакте есть в описании. И напоследок, подписывайтесь на канал, здесь много всего интересного. А также ставьте лайки, помните о хорошем и не зацикливайтесь на неудачах. Ведь ошибается только тот, кто ничего не делает и даже не пробует. С вами был Александр Хаскин и LoveBlog. Удачи!